Он, значит, выкладывает вот такое видео у себя на канале. Ну, короче, не знаю, видите вы это или нет. Вот такое видео выкладывает. Это отрывок из моего видео, где я развел Кадырова как лоха, претворившись, что я в коме. Выложил и написал, Хусейн тебя услышал, он тебе ответит. И, в общем, это прозвучало угрожающе. Я испугался, но, испытывая чувство страха, я продолжаю ждать. Что-то Хусейн Джамбетов на связь не уходит, никаких признаков. Ассаляму алейкум, брат, это Митрандир Эрландур пишет. И всем достойным. Мэр Швогл видел, что Джамбетов ответил, он будет сегодня в эфире или... Алейкум ассаляму, рамхабрагат. Я тоже видел ответ Джамбетова. Это скорее какая-то даже угроза с таким намеком он написал. Он, смотрите, выложил, значит, видео у себя на канале. Нет, давайте, может быть, кто-то не в курсе всей этой темы. Я немножко сначала расскажу. Значит, Хусейн Джамбетов, это человек, который уехал, перебежал из Украины в Россию. Он как-то раз провел эфир у себя в Телеграм-канале. И в этом эфире он звал меня. Типа, где Тумсо? Тумсо, пусть, типа, приди, там, задай свои вопросы. Но я в этом эфире не присутствовал. Уже в конце эфира я подключился. Там было две с лишним тысячи человек. Естественно, там уже он, наверное, и не видел даже, что я подключился. Соответственно, короче, никаких вопросов я ему, естественно, не задал. И вот после этого я, значит, опубликовал у себя в Телеграм-канале обращение к нему на членском языке. Я сказал, я слышал, что ты меня звал. Если ты хочешь, как бы, со мной поговорить. А у меня есть действительно к тебе вопросы. И если у тебя есть ко мне вопросы, давай, как бы, ты выйди на связь. Я с тобой на связь выйти не могу, так как я у тебя на канале посмотрел. Никакой там обратной связи у тебя нет. У меня есть обратная связь на канале. Свяжись со мной, давай определим время, место, правила и, значит, подискутируй. После этого, по-моему, прошло дня два, он мне не ответил. Вообще никак. Я, значит, после этого выложил уже его этот зов ко мне, где он меня зовет. Кстати, давайте я вам дам прослушать, чтобы это не было голословно. Вот как он меня звал. Вот так он меня, значит, зовет. Я ему на это говорю. Но ты же меня звал. Давай уже выходи на связь. Если ты на связь не выйдешь, люди подумают, что обладатель... Как это он, Омар, да, как это перевести на русский? Обладатель приказа, наверное, вот так надо. Короче, Рамзан Кадыров... Подумаешь, что Рамзан Кадыров не дал тебе разрешения на связь со мной, поэтому ты давай уже выходи на связь, написал. Сказал я ему, значит, в своем обращении. И вот он, значит, выкладывает вот такое видео у себя на канале. Ну, короче, не знаю, видите вы это или нет. Вот такое видео выкладывает. Это отрывок из моего видео, где я развел Кадырова как лоха, претворившийся, что я в коме. Выложил и написал. Хусейн тебя услышал. Он тебе ответит. И, в общем, это прозвучало угрожающе. Я испугался. Но испытывая чувство страха, я продолжаю ждать. Что-то Хусейн Джамбетов на связь не выходит. Никаких признаков попыток как-то со мной выйти на связь, согласовать со мной проведение эфира, голосового чата или чего-то в этом роде. Ничего подобного не было. Не знаю. Может быть, он очень сильно занят. В общем, подождем. Подождем, посмотрим, хватит ли у них смелости на то, чтобы действительно подискутировать, выслушать вопросы, ответить на эти вопросы. Посмотрим. Я видел высказывание Дудаева. Он еще тогда говорил про Крым, Украину, русизм. Дудаев – настоящий герой. Да, Дудаев тогда очень четко, конечно, все эти процессы. Прямо предсказал, можно сказать. Сейчас, когда смотришь выступление 90-го какого-то там года, 94-го, в каком году я это говорил. Ну, короче, первая половина 90-х это в любом случае была. И просто удивляешься тому, насколько давно у них были эти планы у России, как четко Джагар это все понимал. Если бы вместо Кадырова был бы Ямадаев в Чечне, какая обстановка была бы, умею в виду, и история не терпит таких сослагательств. Откуда мы знаем, что бы было. Я лишь скажу, что мало чем ямадаевцы отличались от кадыровцев. Ямадаевы отличались от кадырова в плане их преследования мусульман, в плане нетерпимости к исламу. Все эти моменты у них, они в этом абсолютно одинаковые. То есть, Ямадаевы не лучше кадырова, чтобы вы понимали, для нас, для мусульман, для людей с какими-то иными взглядами, допустим, политическими, я имею в виду. Но чем они реально отличались от кадырова конкретно, тем, что те были участниками очень многих событий. То есть, они во времена Первой Российско-Чеченской войны они воевали, они непосредственно сами были участниками боевых действий. То есть, у них был какой-то реальный опыт. Это люди, которые не придумывали свои истории, понимаете? То есть, кадыров, он абсолютно выдумал всю свою историю, начиная от мастера спорта по боксу, заканчивая разгоном полторы тысячи муджайдов. Вообще, вот все, что он рассказывал про его участие в боевых действиях, это все абсолютно его выдумки, это сказки. У него нет ни одного видео, фото, где он был бы на позициях, в окопе, участвовал бы в каких-то там боевых действиях. Нет ни одного боистолкновения, в котором он был бы участником. То есть, ничего этого не существует. Это все его плод, его воображение, его фантазии. А вот у Ямадаевых там как бы реальные истории. То есть, это люди, которые реально участвовали в каких-то боевых действиях, даже были командующими в каких-то направлениях. И надо сказать, что до момента, пока для многих их предательство было уже очевидным, то есть, для многих амиров там, но они все равно оставались. То есть, до последнего, пока они явно не перешли уже на сторону России, пока они не сдали Гудермесский район, весь этот сектор, они оставались командующими. То есть, до последнего наше командование не хотело верить в их предательство. Понимаете? Насколько они как бы отличаются в этом плане от Кадыровых. Но сказать, что они были бы там какими-то, что они были бы лучше, они были бы мягче, они были бы менее кровожаднее, нет. Это навряд ли в этом плане. В плане ненависти своей к нам, они абсолютно ничем не уступают Кадыру. Не обесценивайте, пожалуйста, боевые заслуги Кадыровых. И так никто не верит. Так, друзья, все тогда. На этом мы с вами завершаем этот эфир. Иншаллах. Если будет на то воля Всевышнего, увидимся с вами в следующее воскресенье. Ну, а пока берегите себя и своих близких. Всех влах, премьер, жид, Аллаху, Господу мирух. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.